Богослужение в Богородице Рождественском храме села Тарычуо сегодня особенное, торжественное. Здесь отмечается престольный праздник. Храм полон народу. В основном это те, кто бывает здесь постоянно, прихожане. Атмосфера душевная, благостная. Мы уже с семьей 12 лет прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы. Храм находится рядом с домом, но дело в том, что здесь какая-то особая атмосфера. Мы все как одна большая семья. И вот батюшка-настоятель, отец Вячеслав нас очень объединил всех и подружил. Поэтому сюда, сейчас мы уже живем в другом месте с семьей, но сюда душа тянет попасть особенно на такой праздник. Когда открылся-то, я ходила часто, даже тропиночки здесь были, а сейчас дома настроили. И я тропиночкой раз-раз, и да, каждый воскресенье ходила раньше. Праздничное настроение, слава Богу. Народ сегодня пришел, собрались много батюшки. Все хорошо, все прекрасно. Я очень довольна. Спаси нас Господи, сохрани помилу. Праздравляю наш храм Пресвятой Богородицы с престольным праздником. Крестный ход завершает обряд праздничного богослужения. По традиции, шествующие останавливаются с каждой из четырех сторон храма. Произносятся молитвы, и верующих окропляют святой водой. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Терычеве была построена почти 260 лет назад. Разные были времена. Советский период, как и для многих других храмов, стал печальной страницей в ее истории. После возрождения православная обитель ожила, расцвела и сегодня радует верующих. Есть здесь и своя реликвия. У нас икона Троиручица, она считается чудотворной. В 90-е привезли в храм, предложили приобрести икону какие-то люди. Назвали там сумму неподъемную. И даже уже отказались. И в какой-то последний момент решили открыть ящик для пожертвований. И вот там оказалась вот та нужная сумма. И эта икона очень почитается в нашем храме. А еще известно, что когда-то в храме пел сам Федор Шаляпин. Да, это так. Он несколько раз здесь пел. Дело в том, что здесь очень хорошая акустика. И она даже после реставрации храма, она сохранилась. В храме очень легко служить. То есть не нужно сильно напрягать голос для того, чтобы передать звук, чтобы все услышали. На довольно большой территории храма уютно. Все делается своими руками, говорит настоятель Вячеслав Корниенко. Много приходится здесь трудиться на этой территории. Больше всего я люблю межсезонье. Когда не выпал снег, и уже траву косить не надо. Потому что летом это надо косить траву, стричь кусты, а зимой чистить снег. Занимается все. Сами, сами. Когда-то просим и прихожан помочь, но в основном сами, да. Пока отец Вячеслав рассказывал нам о своем храме, прихожане угощались за общим столом в беседке. Добрая трапеза завершила праздничное утро. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова